Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Преподобный Симеон Столпник Господь сотворил человека по своему образу разумным и свободным. Кроме того, человеку дана возможность приобрести богоподобие. Оно заключается в стяжании способности любить. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Вся христианская нравственность и аскетика направлена к одной единственной цели – стяжание божественной любви. Сам Господь указывает на два столпа христианской жизни. Возлюби Господа Бога всем сердцем Твоим, и всею душою Твоею, и всею крепостью Твоею, и всем разумением Твоим, и ближнего Твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Однако, чтобы достигнуть этого благодатного дара, необходимо много потрудиться и очистить свою душу от греховной скверны. Тысячи святых угодников Божиих шли к этой цели, удаляясь от мирской суеты в пустыне и монастыри, предаваясь там суровым подвигам. Этих святых Церковь чтит как преподобных, то есть достигших богоподобия в высшей степени. Ярким примером постнического жития является жизненный путь преподобного Симеона Столпника. Уже в юности святой Симеон почувствовал любовь к уединенной, подвижнической жизни. Сперва он удалился в монастырь, где превзошел всех братьев своими подвигами. А позже уединился на вершине горы и там проводил время в посте и молитве. Вскоре слава о строгом подвижнике распространилась по всей окрестности, и место святого уединения превратилось в место паломничества для многих сотен страждущих. Не желая расставаться со столь полюбившимся ему уединением, но в то же самое время, не желая оставлять страждущих без утешения, святой Симеон по внушению Божию решил устроить себе новое место подвигов. Он соорудил столб, небольшую башенку, наверху которой была сделана тесная келья. Стоя на столбе, святой пребывал в постоянной молитве, часто совершая земные поклоны. Пища святого была крайне скудной, при этом он питался только раз в неделю, а Великим Постом и вовсе не принимал пищи. Истинный христианский подвиг всегда сочетается с глубоким смирением подвижника. С особой силой смирение преподобного проявилось, когда к нему пришли подвижники из окрестных мест, которые, узнав о необычном подвиге Симеона, ведь он стал первым столбником, решили испытать его. Отчего, – обратились они к преподобному, – не идешь ты путем отцов наших, но изобрел другой, новый, – сойди со столпа и последуй житию древних пустынников. Как только преподобный Симеон услышал эти слова, он тотчас начал спускаться со столпа. Но пустынники поспешили остановить его. «Нет, не сходи, святый отче, но пребывай на столпе. Теперь мы знаем, что начатое тобою дело – от Бога». Вскоре преподобному предстояло пройти гораздо более тяжкое испытание. Враг нашего спасения, дьявол, завидуя благодатным дарам подвижника, решил соблазнить его. Дух обольщения явился подвижнику в образе светлого ангела на огненной колеснице и сказал, «Бог неба и земли послал меня к тебе, чтобы взял я тебя на небо. Господи, меня ли грешника, хочешь взять на небо?» – удивился подвижник и хотел уже было шагнуть на колесницу, но в последний момент осенил себя крестным знамением. Тут же бесовское видение испарилось, и преподобный Симеон понял, от какой опасности спас его Господь. Желая искупить свой грех, он целый год простоял на одной правой ноге, которой хотел ступить на бесовскую колесницу. Господь прославил Своего угодника даром пророчества и чудотворения. Многие язычники, приходившие к преподобному, после беседы с ним отказывались от своих заблуждений. По молитвам святого, Господь совершил множество чудесных исцелений. Однако смиренный раб Христов всегда говорил исцелявшимся. «Прославляй Господа, даровавшего тебе исцеление, и отнюдь не дерзай говорить, что тебя исцелил Симеон». Жизнь преподобного Симеона стала ярким образом стремления человека к небу. Воистину он явился земным ангелом и небесным человеком, стоя на своем столпе, подобно свече на подсвечнике, горя любовью к Богу и ближнему. Стижи Дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя. Стижи Дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя.